Всем доброго времени суток, друзья! И сегодня будет расклад на тему Крысы в вашем окружении Ну, во-первых, есть ли в принципе крыса в вашем окружении? И по возможности, что это за человек? Какие мысли у вас? Какие цели относительно вас у этого человека есть? То есть, чего хочет добиться? Чего ожидать со стороны данного лица? Ну и, соответственно, предостережение и совет на тему Как себя вести с этим человеком? Вполне возможно, что вы знаете, кто это Но может быть и такая ситуация, когда мы не знаем, кто является крысой То есть, вроде бы все улыбаются, например, на работе Вроде бы все хорошо и отношения со всеми достаточно гладкие Но вдруг получается так, что вы абсолютно неожиданно, внезапно узнаете Что кто-то из людей, кто-то из вашего окружения все-таки Там, допустим, бегал, доносил начальству на вас Или кто-то улыбался вам в глаза И даже если это родственник и достаточно близкий человек А потом вдруг вы обнаруживаете такую ситуацию, что человек вел себя далеко-далеко непорядочно По отношению к вам и, может быть, как-то наушничал Может быть, какие-то сплетни распускал Но в любом случае, что значит крыса? Что мы имеем в виду? Это человек, который либо способен на подлость и может действительно сделать подобного рода шаги В ваш адрес или против вас Либо это просто тот человек, который, не имея даже какой-то подлости в голове умышленной Все равно может поступать некрасиво по отношению к вам И зачастую это может происходить не просто из-за глупости А скорее из-за того, что человек обладает определенными душевными качествами Которые не являются слишком положительными И вот сегодня мы будем выяснять, есть ли такие люди вообще И кто эти люди И, может быть, у вас даже есть ощущение, что это не один человек Может быть, вам кажется, что это два-три человека и так далее Поэтому сегодня у нас четыре варианта Первый, второй, третий и четвертый Но вы можете загадывать два варианта Например, потому что может быть и не одна крыса А, например, какая-нибудь там сотрудница и ее подружка С которой они дружат против вас и так далее Ну а может быть, это ваш какой-то бывший партнер Не слишком позитивно к вам настроенный И его друг тоже Или подруга, или родственник Поэтому сегодня у нас четыре варианта Вы можете загадывать один или два варианта Вы можете смотреть весь расклад и слушать просто Что вам отзовется в этом раскладе Вы можете загадывать по номеру, который я озвучила для каждой колоды А может быть, вы выберете просто послушать по какой-то колоде То есть вы увидите рубашку и вам будет хотеться услышать Именно от этой колоды какую-то информацию Таким образом тоже, соответственно, можно делать Ну и по порядку открытия карт мною То есть вы можете ловить потоки И загадывать ту колоду, которую я начну открывать Первой, которую второй, третий и четвертой Поэтому мы начинаем И начинаем мы сегодня с позиции номер один Давайте сделаем так Я не знаю, кэп очевидность или кэп неочевидность Это сегодня, но уже так получилось Давайте, друзья, мы посмотрим первый вариант Для тех, кто загадал именно эту колоду И здесь будет вопрос первый Это в целом, есть ли действительно в принципе крысы То есть насколько вероятно то, что крысы присутствуют Может быть, даже один вариант будет показывать не одного человека Может быть, даже один вариант будет показывать сразу двух или трех товарищей Если вы находитесь в таком вот дружном змейском коллективе Давайте начнем с того, насколько вероятны Но вы знаете, здесь в принципе вероятны в вашем окружении Не столько даже крысы, сколько манипуляторы Но здесь можно говорить о том, что манипуляторы тоже бывают абсолютно разные Кто-то из них просто хочет добра И с помощью своих целей, с помощью попытки манипулировать вами Хочет достигнуть лучшего в отношениях То есть бывают люди, которые называются ложь во спасение Или манипуляция во благо Такое тоже бывает Но здесь мы имеем в виду именно тех людей Которые пытаются вам нанести вред Или косвенно, по крайней мере Этот вред приносят, даже если не было прямой цели И здесь у нас выпадает фигурная карта Причем карта манипулятора Мужчина старше 40 лет Мужчина знака огненного или знака земли может быть И такой мужчина, который действительно может достаточно четко пытаться манипулировать вами Направлять вас туда, куда ему хочется А не туда, куда вы собираетесь идти И это может весьма и весьма сказываться жестко на том, что будет происходить в дальнейшем В общении с вами Ну, во-первых, фигурная карта Тем более карта специфическая Которая не обязательно человека показывает Потому что если в вашем кругу вот такого человека, как было озвучено, просто нет То тогда этот ответ да просто Это то, что может быть манипуляция Давайте посмотрим еще и кто это может быть Ну, вот здесь смотрите, кстати Есть такая ситуация, когда Либо человек, находящийся при смерти Либо человек, который в возрасте И который может болеть в том числе И человек, который может очень четко Как будто бы Я не буду здесь уже говорить о том, что Ну, одного-двух процентов, которые правильно выбрали свой вариант Будет ситуация, когда может быть даже попытка Какого-то вреда Из-за, скажем так, грани То есть может быть человек с того света, который вредит Но это уже, знаете как, чтобы не пугать В общем раскладе тех, которые слишком впечатлительны Мы не будем это затрагивать И мы будем более такие вот реальные моменты здесь обсуждать Скорее всего, человек старше вас Человек пытается изменить свою жизнь Но пытается и поменять свое окружение Путем ограничения наложенных на это окружение Причем это может быть как женщина, так и мужчина Мужчина, если подходит под описание данной карты Которая была сначала И женщина, если Если женщина знака земли или огненного знака Может быть львица Часто встречаются по такой карте Вот такая дама тоже может быть А может быть, если вы пара То есть вы королева Пентакли Земляная или огненная А мужчина у вас тоже земля или огонь Но, скажем так, у вас есть какие-то вопросы И есть какие-то вот, да, трения То вы оба можете быть для вас любимой злобным Буратино То есть здесь может быть такая ситуация Когда вы сами для себя Иногда где-то своими неправильными действиями И можете подкрысить Как бы это странно не звучало Опять же мы здесь видим Если смотреть на карты По намерениям человека По его размышлениям Здесь скорее он или она пользуется Такой вот вашей какой-то простотой Ой, да Ленка дурочка Все равно ничего не поймет Давай вот сделаем вот так-то, так-то и так-то И здесь вопрос в том Что человек не всегда хочет жертвовать Своим комфортом И своими какими-то вообще благами Которые он может получить вместо вас Или которые он может не отдать вам Причем его крысятничество Может происходить в том числе Через попытку помощи вам Под благими намерениями Давайте посмотрим в данном случае Перспективы этих событий далее Ну вот здесь смотрите Кто в любовном треугольнике Тот будет продолжать находиться В этом любовном треугольнике Тот действительно может Вляпаться в ситуацию Когда Не то чтобы вляпаться А продолжать оставаться В той ситуации Когда человек будет советоваться С третьими лицами Когда он будет От вас нести информацию Тоже Кому-то другому Человеку Третьему какому-то И вот здесь вы можете В принципе понимать То что Вы говорите Ему или ей Это не остается Между вами Это начинают узнавать Некие третьи лица Ну и здесь Из предостережений и советов Во-первых Смотрите какая ситуация Здесь у нас Из Семи карт Которые находятся Перед нами Пять карт Целых пять арканов Они старшие То есть Это для вас Жизненно важная ситуация Это жизненно важный Для вас какой-то человек Поэтому Если вы допустим Загадали просто Какую-то соседку Через три подъезда Которая живет от вас То это не они То есть Это люди в окружении Это люди достаточно близкие И Вы знаете Как бы тяжело Не было это осознавать Зачастую И очень-очень часто В таких ситуациях Именно наши близкие люди Могут как раз таки Нанести нам Наиболее сокрушительные Какие-то удары Ну почему Потому что Они имеют к нам доступ Потому что Мы с ними Можем быть более откровенны И так далее Что для вас здесь Из предостережений Советов Здесь мы можем Говорить о том Что Карты предостерегают вас От того Чтобы делиться Знаете Вот как По секрету всему свету С миру по нитке Какую-то информацию Собрать и так далее Не слушайте Третьих лиц Потому что Вы прекрасно знаете Что если этот человек Дает третьим лицам Какую-то информацию О вас О ваших отношениях То в этом случае И третьи лица Могут передавать ему Поэтому Выносить на все Общий суд И усугублять Вот эту проблему Когда информация Выходит за рамки Ваших отношений Абсолютно не надо Храните свои секреты И даже ему Тому кого вы загадывали Может быть даже Близкому человеку Старайтесь о них Не сообщать Чем сейчас больше Вы будете закрыты Не значит Что надо быть Букой Блокировать человека Переставать с ним Общаться и так далее Нет Вопрос здесь Абсолютно не в этом Здесь вопрос в том Что Здесь вам Надо просто Вот то Что вертится на языке Вот то Что хочется сказать Наступить своей Собственной песней На горло И утаить на какое-то время Позже вы поймете Что и к чему И таким образом Вы убережете себя От каких-то Событий Которые могут Базироваться Именно на излишней Информации Которую вы о себе дали То есть даже Если есть Вот такой порыв Откровения Какой-то Вот так хочется Рассказать Так на душе Плохо Или хорошо Наоборот Хочется Поделиться с миром Но вы просто Притормаживаете себя И понимаете Что спустя какое-то Время Вы реально будете Просто радоваться В ближайший месяц Два Да В срок до месяца Где-то Вы поймете Что человек Наболтал и так Лишнего По всем городам Весям и окрестностям Может быть кому-то Даже в интернете Написал Да Там переписывался Фотки какие-то Может быть ваши Скинул Которые бы вы вообще Не хотели Чтобы кто-то видел Иными словами Вы еще поймете Что это было К лучшему То есть все ваши Тайны Особенно О словах О людях Имена у которых На букву Б Я не знаю Ну а например Борис у кого-то Какой-то И вот о Борисе Вы что-то не скажете И тогда Будет все хорошо Может быть О городе Брянске Например В который вы ездили Но буква Б здесь просматривается Достаточно Солидно И мощно Вот такой Получился у нас Расклад По первой позиции Ну и я считаю Что здесь и фигурные Карты у нас Выпадали То есть в принципе Очень и очень Даже Все информативно Для тех Кто выбрал Позицию номер Два Сегодня вот так Вот у нас Получилось Интересненько Для тех Кто выбрал Вторую позицию Давайте посмотрим Ситуацию Насколько вообще Да у вас есть Крысы в окружении К сожалению К сожалению Действительно Для вас Этот расклад Может быть Очень даже Актуальным Именно по той причине Что есть люди Причем люди Которые не просто Пытаются манипулировать Они могут даже Не манипулировать Вами Они могут просто Выстраивать Какую-то подлость Выкраивать Там для себя Какую-то выгоду Могут врать Могут обманывать вас Могут предавать Потому что Здесь в целом Ложится такая карта Которая именно Повествует о том Что мутные личности В вашем окружении Присутствуют И эти мутные личности Они могут поступать С вами некрасиво Причем у кого-то Это мужчина Мужчина такой Достаточно Знаете Жесткий В своих проявлениях Состоятельный Состоявшийся И вы даже Можете не ожидать От него Какой-то Скаридности Или излишней Жадности Вы можете сказать Боже мой Да чего же ему Не хватает У него на самом деле Все есть Неужели человек Мне не может помочь Поддержать меня Или хотя бы последовать Принципу И стереотипу Я всегда говорю Что самая любимая помощь Для меня Это чтобы мне не мешали Например И вот здесь Человек даже может Как-то попытаться Помешать вам В ваших делах Это тоже имеет место быть Давайте смотреть Конкретно Кто может быть Этот человек Ну здесь Мужская энергия Мужские энергии идут Мужчина Особенно неверный Мужчина может быть Который погряз В формате Любовного треугольника Который пытается Лгать Изворачиваться Или ставить себя На ступеньку выше Чем окружающие Этот человек Может говорить Ой Ну то что позволено Юпитеру Не позволено быку Вы извините Конечно Но где я И где вы Вы можете кстати Вот по этим фразам По этим словам Настрою Понять о каком человеке Идет речь И у кого-то Имя Леша Алеша Проигрывается Причем Алексей Человека практически Никто не называет Именно Леша И Алеша Вот часто Последнее время Стало во время Общих раскладов Именно это имя Приходить И здесь Такая ситуация Когда человек Как будто бы Разглядывает вас Под микроскопом Как будто бы Вы находитесь Под увеличительным стеклом Причем Есть третьи лица Некая дамочка У нее есть То ли кофточка розовая То ли платьица какое-то розовое Она вот бегает И смотрит на вас И передает ему Какую-то информацию Если вы видитесь Лично Да Это может быть Если нет Есть люди Которые просматривают Ваши соц. страницы И причем Они могут Приходить С каких-то Или невидимок Или вообще С каких-то фейковых аккаунтов И потом Этому человеку Передавать информацию о вас Поэтому Даже если на вашу страницу Кто-то заходил То не факт Что это был сам человек Но очень даже Может быть Что по его просьбе Или просто Пытаясь перед ним Выслужиться На вашу страницу Заходил тот человек Который просто Передал этому человеку Информацию Потому что Находится перед ним В некой зависимости Уже моральной Материальной Или зависимости Какого-то другого рода Или сексуальной В том числе Это уже вам Будет виднее По ситуации Ну и теперь Давайте посмотрим Что за отношения У этого человека Но вообще Карта мужская Ложится То есть это мужчина И мужчина Старше 40-45 лет Либо просто Старше вас Смотрите Человек может Реально собирать О вас информацию Кто может По его просьбе Это еще делать Женщина Знака воздуха Или знака водяного Женщина может быть Суровая Интеллектуально Достаточно умная Но он ее при этом Продавливает И человек при этом Возможно Собирая через Третьих лиц Информацию Хочет затем Продавить вас И все это Сделать Достоянием Или семьи То есть Вот здесь Вот вывалить Как-то все Вот эти вот вещи Рассказать Поставить Ваших близких Родных В известность О том Что происходит И открыть О вас Некую информацию Которая в том числе Может быть ложной Поэтому Но здесь Вам нужно Относиться Вот к этой даме О которой шла речь Более Так вот Как-то осторожно Но при этом Смотрите Еще какой момент Он даже еще И не решил Что он будет Использовать Против вас Если есть дети У вас Может действовать Через детей Писать Им Обещать что-то Купить Воздействовать Через действительно Покупки И некие подарки Но подарки Могут являться Не подарками А теми Вещами Через которые Человек Как бы торгуется Получая себе Информацию О вас Если вы сами Знака воздуха Или воды То тогда Человек Оценивает вас Как трезвомыслящую Интеллектуальную Даму И может Действительно Стараться Как-то не входить Пока что В открытый конфликт А мягко С помощью Пассивной агрессии Например Вас Продавливать На ближайший месяц Перспективы Жесткие Достаточно То есть Здесь идет У нас Пять арканов И из них Три старших Аркана Лежат Что-то И в первом варианте Была важная Для кого-то Очень информация И сейчас Идет важная Информация Которая Гласит о том Что могут быть Большие перемены В течение месяца Полутора Ближайших И вам придется Наверное Достаточно Жестко Отстоять Свою позицию Потому что Вы просто Не вытерпите Действия Через Третьих Лиц Какое-то Мягкое Может быть Ироничное Немного Удавливание И поддавливание Вашей Свободы И ваших Действий То есть Вы будете Ощущать Это давление Даже если Человек Будет вести Вроде бы Себя Достаточно Прилично Давайте Посмотрим Предостережение И совет Смотрите Если вас Пытаются Купить И дают вам Я тебе привезу Сегодня Там например Пять коробок конфет И это может Кстати Может быть Еще мужчина Знаков воздуха Или воды Симпатичный Внешне Он может Кстати Вас Немножечко Даже завораживать Имя Илья У кого-то Жестко Проходит Здесь Он вот Может быть Такой Знаете Немножечко Как К Который Заставляет Вас На него Посмотреть И как-то Погрузиться В то Что он Говорит Он может Как будто Даром Гипноза На вас Лично Какого-то Человек-гипнотизер Это просто Говорит о том Что он на вас Оказывает Такого рода Влияние То есть Вы когда Смотрите на него Вам хочется Реально Рот открыть И слушать 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 Что он будет Говорить дальше Вот такой человек Здесь Встречается Не договаривайтесь Пока что Ни о чем Не принимайте Подарки Не отсылайте Ему Никакие посылки Если вы Планировали Это сделать Не передавайте Покупки И здесь Карты говорят О том Что исключениями Могут быть Случай Когда Делай Что должно И будь Что будет То есть Вы должны И можете Вести себя Ровно так Как того требует Ситуация И как было бы Правильно Не так Как хочется Может быть Иногда и хочется Взорваться На сотню мелких Хомячков И выклевать Кому-нибудь Левый глаз Но Это не тот случай Когда вы должны Поступать Именно таким образом Это тот случай Когда вы должны Действительно В этой ситуации Просто вот Вести себя Правильно Чтобы к вам Было не подкопаться Называется А я все формальности Соблюдала А ты знаешь Что я то все сделала Что от меня зависело Вот именно Это будет Оптимальным вариантом Но опять же Если вам может Помочь женщина Знака огненного Или знака земли Дама Особенно девы Часто выпадают Таким образом Особенно если Деньгами может Помочь Или вы можете Как-то с ней Договориться О финансах То договоритесь Лучше с ней Даже если вам сейчас Это будет сделать Тяжелее Чем сотрудничать Вот с этим человеком Который выступил Буквально Как крыса В вашем окружении Вот такие вот моменты Про это лицо У нас сегодня вышли И вышли достаточно активно С одной стороны Вроде бы плохо Да В этой ситуации С другой стороны Хорошо что вы будете Об этом предупреждены Ну и для тех Кто выбрал у нас Позицию номер Четыре Давайте посмотрим Эту позицию Колода 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 Очень крупная Поэтому Тасуется Она конечно Не очень хорошо Вот смотрите По размеру Да Какое отличие Глобальное Идет По сравнению С Алисой Все обзоры Колод В плейлисте Который будет Указан В пункте 5 Прикрепленного Комментария Вы можете Перейти С прикрепленного Комментария По ссылке На плейлист Обзоры Колод Таро И Оракулов Там все Колоды Представлены Это Таро По моему Старого Пергамента Да У нас Потому что Древний свиток Был у нас Первым Сегодня Не древнего А именно Старого Пергамента Ну-ка Что у нас Здесь Ну у вас Смотрите Здесь такая Ситуация Когда вы Вроде бы Как Вот если Посмотреть На всех Кто вас Окружает Вот тех Кто мог бы Быть крысой В вашем окружении Они как будто бы Нивелированы То есть вы В принципе Ото всех Этих людей Уже заблокировали Сами себя И вы Достаточно Серьезно От них Буквально Так вот Закрыты Да Защищены Давайте посмотрим На самом деле Каков Сигнификатор Смотрите Вот в принципе Карты говорят о том Что те люди Которые могли бы Стать крысами Они скорее всего Связаны с вами По работе Или это Если вы не работаете Тогда это друзья Но смотрите Еще раз хочу сказать Если у вас работа Связана с коллективом То в данном случае Карта будет показывать Именно ваш коллектив А не что-то другое Может показывать Такую вот Полумужскую энергию Если есть мужчина До 40 лет Знака воды Или воздушного знака То этот человек Может быть тоже У кого-то имя Андрей Достаточно четко проходит Вот эти люди Я честно говоря Женских имен Ожидала больше Услышать в данном Случае И мне казалось Что женщины Наверное Более склонны К тому Чтобы вести себя Вот так Поддаваясь своим эмоциям А выходят В основном Мужские карты Как бы это странно Не звучало И вот здесь смотрите Человек может пытаться Манипулировать вами Но при этом Вы даже можете ощущать Что он какой-то дурачок По сравнению с вами И вы можете просто От него не ждать Какого-то серьезного удара В свой адрес Вы можете Немножечко его Недооценивать Давайте посмотрим В данном случае Его отношения Вообще Намерения Таких людей Ну смотрите Он будет пытаться До последнего Скрывать свое лицо Он будет пытаться До последнего Каким-то образом Знаете Вот уклоняться От любых обвинений И говорит Да ты что Ну ты с ума сошла Да я не мог такое сделать Да я вообще не там был Я вообще уехал В это время Меня не было И так далее Но при этом Может торговаться Из-под тишка Пытаясь получить То что ему выгодно Кстати Что может сделать Еще этот человек Человек вполне Способен забрать То что принадлежит вам И это не будет Какое-то вот Воровство Какое-то В прямом смысле Этого слова Но человек Прямо у вас Из-под носа Может взять Просто какую-то Вещь и скажет Я считаю Что это мое Так что извини Дорогая Ты мне должна Помочь Вот давай Не дадим друг другу Умереть И ты мне просто Вот таким образом Поможешь Ну и в целом Здесь такая ситуация Когда человек Больше зациклен На всем том Что касается Финансов То есть бить крыса Будет по финансам По долгам По покупкам Каким-то Например Вы купили машину Машина На Ваше имя Но доверенность Допустим Генеральная На человека А кредит Висит на вас За эту машину И вы выплачиваете То есть вот здесь Вы можете понимать Что вы платите За что-то Чем человек Пользуется И вам Это может Весьма и весьма Быть не по нраву И здесь Есть еще один момент У кого-то Особенно если Мужчины Смотрят этот расклад Имя Елена Ложится здесь И есть женщина Женщина Знака земли Или огненного Знака львица Может быть Состоявшаяся Состоятельная Спокойная Рассудительная На первый взгляд Но в ней Может храниться Опасность Которая касается вас И скорее всего Эта опасность Будет касаться Финансового Аспекта Ваших отношений Более того У кого-то Это либо Жена вашего отца Если они развелись С матерью Он женился снова Либо Это дама Которая имеет Отношение К вашей семье То есть Это родственница Или свойственница Ну и опять же И мужская энергия Тоже была здесь Описана То есть Здесь два человека Ложатся Активно Поэтому у вас Треугольник Такой получается Потому что Вы и еще Два человека Против вас Двое И вот этот Человек А нет Это вот Триада У нас кстати Давайте мы посмотрим Что все-таки Советуют делать Карта А что не советуют Потому что все-таки Эти три человека Которые легли здесь Они фигурными картами Указывают на то Что это именно Тот Кого мы изначально В начале Еще расклада Договорились Называть крысами Предостережение Вам И совет Давайте посмотрим Ну смотрите Какая ситуация Здесь карты говорят Что все-таки Расслабляться нельзя Потому что Если вы расслабились Это будет равно Тому что Вы наклонились В бане за мылом Среди нехорошей компании Поэтому здесь Такая ситуация Когда вам карты Говорят о том Что не надо по мелочам Спорить Не надо пытаться Выяснить отношения Поругаться Доругаться Каким-то образом Вот знаете Вести себя Из области Не так сидишь Не так свестишь Спорить Что-то объяснять Просить Быть слишком интеллигентной Не переходить на личности То есть вот Ну ты же понимаешь Ну мне это не нравится Ну как ты можешь так делать Ты не должна так делать Мне это неприятно Это как об стенку горох будет То есть вам нужно Выработать жесткую линию Своей защиты И четко понимать За какие свои границы Вы человека Или вот этих трех людей В то или иное время Не допустите То есть вы должны Четко понимать Где кнопка стоп И тот момент Когда вы эту кнопку Реально готовы нажать Потому что ситуация Достаточно серьезная Вот эти вот три человека Они знаете Они вроде бы Каждый по отдельности Особо и не опасны Но вот дама может быть Все-таки более опасна Чем вот эти два товарища Но тем не менее Если сложится все так Что вы Каким-то образом Встретитесь в этом конфликте Все четверо Вот они трое И вы Да в этот момент То это может привести Не к самым лучшим обстоятельствам И конечно вы можете Именно из-за Численного неравновесия И их перевеса Получить не слишком Приятные последствия От того что может Происходить между вами Далее Ну и конечно У нас следующая позиция Она же четвертая Она же третья По порядку выкладки была И это позиция Которую мы называем Кэп очевидность Первая Вторая Третья Компот У кого-то кстати Матери реально могут Знаете Вот вроде бы кажется Мама самый близкий человек У кого-то Наташа и Вера Именно проигрываются Вот знаете Такая ситуация Когда вроде бы Доверяешь безгранично А тут получается Что оказывается Многие люди кстати Приходят с проблемой Я никогда не думала Что собственный родитель Может кого-то Вот таким вот образом Придать И долгое время Я не думала Пока не начали приходить люди И годами приходят люди Которые говорят о том Что вот моя мама Лишила там допустим Меня квартиры И переписала ее На моего брата А моя мама Там допустим Забрала мои украшения И не отдала мне То есть есть такие ситуации Я очень тепло И хорошо отношусь К настоящим К душевным таким вот мамам Но всегда Среди любых людей И среди мам И среди пап И среди сестер И среди подруг Бывают реально крысы И бывают сволочи И вот ничего не мешает Сволочи стать мамой Понимаете И для кого-то Это действительно будут матери Поэтому позиция такая Ну будем говорить Колючая Достаточно Я так уже ощущаю Будет получаться Несмотря на всю няшность колоды У остальных Давайте посмотрим Что это по данному варианту Слушайте Ну вот я сказала матери Матери значит матери Видите как Предательство матери Предательство взрослой родственницы Может быть знаете Не обязательно Это мать по крови То есть может быть Такая ситуация Когда Ну у кого-то уже нет мамы Например Или у кого-то С матерью прекрасные отношения И там вообще Скажем так Комар носу не подточит И жаловаться не на что Но Здесь Карты говорить могут Еще и о неких Взрослых родственницах То есть может быть Родственница Которая пытается Ну вот как-то За ваш счет Выехать Пытается вас учить И так далее То есть вот эта Взрослая родственница Которая на первый взгляд Кажется беззащитной Может вам кровью попортить Ого-го сколько И это нужно понимать Ой давайте посмотрим Кстати у кого-то Могут быть проблемы С ногами Вот из этих женщин Либо женщина У которой есть дети Она гораздо старше вас Имя света Еще проходит у нас Ну поскольку Смотрит данный вариант Расклада Не один человек То имя Может быть Больше чем одно Давайте посмотрим Намерение этого человека Ну Мы здесь видим Что человек Может сделать вам Сюрприз Сюрприз Не слишком хороший И разговаривать О дарственных Разговаривать О некой мужчине Вот смотрите Здесь у кого-то Реально у этой женщины Проходит муж Муж уже достаточно Пожилой человек Взрослый мужчина Очень И в принципе Вот она может Допустим Ему отдать что-то На что рассчитывали вы И она может Ставку сделать Именно на него Также Дама Знака воздуха Или воды Может выходить У вас В возрасте До 47 лет Идет Очень острая На язык Такая вот Знаете Капризная И которая Может реально Очень как-то Больно Уколоть Своими словами Она вроде бы Кажется безвредной Но гадостей Наговорить Может столько Причем в таком Завуалированном виде С двойными посланиями Кстати На канале В плейлисте Говорилки Шикарное видео По поводу двойных посланий Есть Можете зайти Посмотреть Оно будет Я думаю Что многим полезно Здесь мы видим Что человек Может прикрываться Какими-то спорами То есть может Прикрываться тем Что ругается Вроде бы как Не по существу То есть вроде бы Мы чуть-чуть поругались Но ничего же Вроде бы и не случилось И прощупывать вас Таким образом Может человек А потом Реально Человек способен На предательство То есть когда Вы выйдете Из себя Просто Человек может Очень жестко Либо отдать Свою помощь Другому человеку Либо натравить На вас Третье лицо Которое придет И скажет Знаешь дорогая Ты плохо с мамой Обращаешься Вот ты какая Это не такая То есть реально Может вас испугать Вывести вас Из равновесия И заставить Переживать По поводу И без повода Давайте на месяц Перспективы Про эту крысу Посмотрим Ну смотрите Здесь карты Говорят о том Что скорее всего Либо они уже Показывают события Которые происходят Сейчас Вот это о том Что говорилось выше Либо это та ситуация Когда человек На ближайший месяц Может затаиться И только после этого Человек может Каким-то образом Уже себя проявить То есть здесь человек Несмотря на Такую Знаете Машу растеряшу На вид Может реально готовить Какое-то большое западло Знаете Будут пытаться вызвать У вас Вот какое-то Ощущение Это ностальгия по детству Привлекать третьих лиц Которые будут говорить Ну что же Ты не доверяешь Маме Или тете Или старшей сестре Ну вот смотри Она же так убивается По тебе И так далее То есть будут Уцеплять вашу бдительность Будут ждать Когда наносить удар Давайте Предостережение И совет Ну вот смотрите Карты показывают Две грани Практически одного И того же поведения Очень тонкие грани Которые говорят о том Что быть дураком И реально Как простачок Вести себя В этой ситуации Не надо То есть постарайтесь Не бросаться Если у вас что-то Просят Вот просто Опрометью с обрыва То есть Ну как же Надо лететь Бежать И прочее Там если мама сорвала Вас Самые неподходящие моменты И не что-то Действительно Очень серьезное Случилось А у человека Просто есть манера Например Вас срывать В определенные моменты Ни в коем случае Туда нельзя бежать Потому что вы реально Можете провалиться В данном случае В кроличью нору Если поступите Подобным образом Но С другой стороны Карты говорят о том Что вы В присутствии Этого человека Должны чувствовать себя Ребенком А может ли Чувствовать ребенок Себя слишком Обязанным Тем кто старше Тем кто мощнее Тем кто Больше власти Имеет в этой жизни Наверное нет Поэтому здесь Такая ситуация Когда вам Нужно понимать Своё право Использовать Свой младший Возраст Или свое Более младшее Такое вот положение Как трамплин Для того Чтобы действовать Так как вы хотите И делать то Что надо вам В первую очередь Поэтому здесь Воспользуйтесь Да На сцену Раз я младше Тогда я не при делах Тогда пошла То есть вот такие Какие-то моменты Когда вы да Принимаете То что вы младше То что да Вы во всем слушаете Но сейчас вы хотите Просто поиграть И вы хотите Просто пойти Позаниматься Своими делами То есть попытайтесь Вот именно Поторговать Тем самым Своим Той самой Своей позицией Где вы младше Это будет Очень даже Полезно В вашей ситуации И принесет Хорошие результаты Для вас Попытайтесь Побыть ребенком Там где вам Это выгодно И вы увидите Что Действительно Вот знаете Люди Когда попадают В такую ситуацию С вами Где они хотели С одной стороны Обвинить вас В инфантильности И так далее Когда они вдруг Увидят Что да Ребенок Инфантиль На каким Ему еще быть И тогда Вот человека Это может Действительно Повергнуть В ступор Тут как говорится Если к вам Ломятся в дверь Попробуйте Ломиться В эту же дверь С обратной стороны Это озадачит Грабителей Поэтому Здесь я думаю Что Как раз таки Этот прием Будет вполне И вполне Эффективен В психологическом Его Варианте Вот такой У нас был Расклад Я К сожалению Последние дни Не успевала Каждый Прямо День Записывать Расклады Поэтому Я хочу Порекомендовать Вам Почти Тысяча Раскладов Общих На абсолютно Разные Темы Я пыталась Оптимизировать Теги И так далее И нечаянно Залезла Недавно В плейлист Гадания на Таро Ссылка На который Есть В пункте Один Прикрепленного Комментария Так вот Могу Вам Друзья Сказать Что Я Сама Просто Обалдела Когда я Полистала Сотни Три Или Четыре Просто Пролистала Раскладов Я увидела Такие Названия Которых Просто Я не Видела Ни на Одном Канале Там И про Домашних Животных И про Психологические Аспекты Ситуации И про Мутные Отношения И диагностики Магического Негатива То есть Разнообразие Которое Наверное Поможет Вам Скоротать Те Праздники Которые Идут И может Быть Те условия Когда Люди Сидят Дома А все Это Снимается Во время Самоизоляции Которая В 2020 Году Я думаю Что они Скрасят Действительно Ваш Быт И Дадут Вам Надежду На какое-то Лучшее На хорошее Доброе Будущее Естественно Этого Хорошего И доброго Будущего Я всем От души Желаю В прикрепленном Комментарии Под пунктом Три Находится Ссылка На Видео В котором Рассказывается Как получить Индивидуальную Консультацию Потому что Люди Часто Пишут Под видео А как Мне С вами Связаться А как Мне Получить Индивидуальную Консультацию Для себя Смотрите Видео Ссылочка На которое В пункте Три И там Все Подробно Доходчиво Просто Разжевывается Объясняется Все секреты Общения Со мной Тоже Там Поясняются Очень и очень Ясно Я всем Желаю Удачи На адекватные Комментарии Я поставлю Сердечки Которые будут Являться Вашими Талисманчиками В тот день Когда вы Пишите Комментарий И Естественно Конечно В той ситуации В которой Вы оказались И еще Один Интересный Такой Вот Момент Я с удивлением Обнаружила Что Люди Пишут Что у меня Подписка На ваш канал Слетает Постоянно Поэтому Посмотрите Пожалуйста Проверьте Подписаны Вы Или Нет Потому Что Часто Люди Говорят Слушайте Я Чего-то На канал Две Недели Не Заходила Зашла Здесь Столько Всего Интересного Мне Ничего Не Пришло Никаких Уведомлений И так Далее Оказалось Что У человека Просто Слетает Подписка И так На многих Каналах Сейчас Есть Просто Слетает Какая-то Часть Подписчиков Не Потому Что Они Удалились А потому Что Что Произошло В Каких-то Алгоритмах Ютуба Поэтому Естественно Можно Проверить И Переподписаться Если Вам Это Интересно Я Никогда Никого Не Заставляю Просто Когда Вы Подписаны Вы Видите Вовремя Новые Видео Интересные На интересные Темы Которые Выходят Я Всем Желаю Удачи И Благополучия И Хочу Попросить Вас Потому Что Грядут Праздники В Праздничные Дни Пожалуйста Вот Все Поздравления В Ютубе В Комментариях Пишите Я С радостью Буду Отвечать Когда У меня Есть Время А В личку Я Попрошу Вас Есть Люди С которыми Я В принципе Общаюсь Друзья Хорошие Знакомые С которыми Мы Действительно Переписываемся И Те люди Которые Постоянно Получают Расклады Я Не Против Чтобы Мы Все Равно Общаемся Что То Писали Но Естественно Тот Человек Который Просто Смотрит Видео На Канале И Хотел Бы Сказать Какие Добрые Слова Естественно Он Может Это Сделать Здесь В Комментариях И Я Обязательно Отвечу По Возможности На